Глава. На мельнице. На мельнице, помимо Шмуэля Нохума, работали еще два еврея. Один из них, малограмотный Борух Шимон, работал на погрузке. Второй, рэп Эфроем Калман, следил за работой жерновов. Этот рабочий был полной противоположностью Боруху Шимону. Насколько велико было невежество одного, настолько была велика ученость другого. Стоя у жерновов во время помола, рэп Эфроем Калман не переставал повторять устно Талмуд. Хозяин мельницы, рэп Ирахмель Ирш, выказывал большое почтение рэп Эфроему Калману и часто беседовал с ним на темы Торы, в то время как к Боруху Шимону он относился с явным презрением. Рэп Эфроем Калман, весьма дружелюбный к простым людям, часто упрекал хозяина в недостойном отношении ко второму рабочему. Он напоминал рэп Ирахмелю Иршу, сказанное мудрецами «Если ты учил много Торы, не гордись этим». Рэп Эрахмель Ирш слушал и молчал, не смея противоречить ученому, рэп Эфроему Калману. Но это не меняло его отношение к Боруху Шимону. Особенно в отсутствии рэп Эфроема Калмана. Он не только гонял Боруха Шимона на работе, но всячески обижал и унижал его. Однажды Шмуэль Нохум наблюдал следующую сцену. Было это в один из дней, когда помола не было. В то утро рэп Ирахмель Ирш давал урок по Талмуду на тему о помещении Эйрува на дереве. Об этом расходятся во мнениях раби и мудрецы Эйрувин 33. По этому поводу ученый Мельник пустился в глубокий экскурс, показав при этом свое большое остроумие и был поэтому в особо приподнятом настроении. Придя на мельницу, он пересказал рэп Эфроему Калману этот глубокомысленный урок, и они начали его обсуждать. В то время, как оба Талмудиста были заняты Торой, а на мельнице работы не было, Борух Шимон забрался в уголок и, возможно, от огорчения, что он не в состоянии понять ведущих ученую беседу, начал про себя читать Таилим, и из глаз его полились слезы. Закончив беседу, раби Иерахмель Ирш заметил, как Борух Шимон читает Таилим, обливаясь слезами. Он читал главы из Алеля с большой сердечностью, но на свой лад малограмотного человека, пропуская окончания слов или коверкая их. И вот подходит к Боруху Шимону его хозяин и тоном пренебрежения и издевки говорит, Борух Шимон, ты ведь убиваешь бедный Алель, хоронишь и еще оплакиваешь его. И он рассмеялся собственной шутке. Борух Шимон остался сидеть престижный и униженный. Раби Эфроем Калман вскипел. «Наши мудрецы говорят, что от каждого слова, исходящего из уст еврея во славу Всевышнего, рождается ангел. Безотносительно, устали это ученого или простого еврея?» Сказал раби Эфроем Калман с резким упреком в голосе. Ангелы, рожденные таким образом, становятся затем заступниками запородивших их людей. Раби Иерахмель Ирш все еще смеялся, а на замечание раби Эфроема Калмана он сказал, «Ангелы рождаются от такого чтения текста, как это делает Борух Шимон, наверное, тоже калеки, упаси Божия. Можно себе представить, что это за ангелы. А как, по вашему мнению, выглядят ангелы, которые рождаются от новинок, которые мы вносим в понимание научных тем Торы?» Захотелось раби Эфроему Калману быть самокритичным. «Ангелы, которых мы рождаем», – умельника был готов ответ, – «здоровые, сильные, как бы вылитые из железа и выбитые из камня. Они сияют, как солнце, они веселые и достают до самого святого престола». «Нет, уважаемый», – сказал раби Эфроем Калман, – «мне кажется, что ангелы, рождающиеся, по вашим словам, калеками, куда милее Всевышнему, чем ангелы, которые, по вашему мнению, созданы нами здоровыми и сильными, как бы отлитыми из стали». На это раби Ерахмель Ирш ничего не ответил. С тех пор он остерегался затрагивать Боруха Шимона при раби Эфроеме Калмане, но в его отсутствие стал еще больше придираться к этому бедному наивному человеку. Он был недоволен тем, что Борух Шимон ходит дважды в день в синагогу молиться, что он впустую растрачивает рабочее время. Но Борух Шимон упорно оспаривал свое право ходить в синагогу, чтобы молиться в Миньяне. «Время молиться – мое собственное», – сказал он решительно, – «и вы не вправе отказывать мне в этом. Это то же самое, что субботние и праздничные дни, в которые я свободен от работы». «Но Всевышнему не нужны твои молитвы», – рабе Ерахмелю Иршу захотелось доконать его. «Такому невежде, как ты, достаточно и дома молиться». Тут уже Борух Шимон не выдержал. На его глазах выступили слезы, и он сказал, «Что же мне делать, если Всевышний не дал мне способностей к учебе, если я вынужден отдавать свое время на таскание мешков и едва в состоянии слушать урок Торы в синагоге?» У рабе Ерахмеля Ирша был племянник в горках по имени Рэб Шолом Ехиэль, который был товарищем рабе Ицхока Шоуля. Своих детей у раб Ерахмеля Ирша не было, и он принял к себе этого племянника. Рэб Шолом Ехиэль был уже увлечен учением Баал Шемтова. Услышав, как дядя унижает простодушного Боруха Шимона, он ему сказал, «Дядя, Баал Шемтов сказал, что ему милее простосердечные и наивные люди, чем талмудисты, которые кичат со своей ученостью и считают себя совершенством». И он начал рассказывать ему о Баал Шемтове и его последователях. Эти слова произвели на мельника впечатление. С тех пор он начал лучше обходиться с Борухом Шимоном. Борух уже много узнал про рабе Ильеу Баал Шема из Вормса, который создал группу Нисторов с задачей странствовать по еврейскому миру и поднимать духовный уровень евреев. Раби Цхох Шоуль продолжил знакомить Боруха с дальнейшими историческими событиями и познакомил его с другой примечательной личностью, раби Юэлем Баал Шемом из Замостья, который был учеником раби Эльеу Баал Шема.